Парад Победы Музыкальное сопровождение в исполнении сводного военного оркестра Самарского гарнизона. В него входят пять коллективов со всего Поволжья, численностью 50 человек. По словам дирижера Вячеслава Варушилова, блестящее исполнение, сыгранность и слаженность – не единственные задачи, которые стоят перед коллективом оркестра 9 мая. На параде нужно продемонстрировать равнение в рядах, шеренгах, колоннах, чтобы просматривались диагонали, а подъем инструментов был единообразным. Особенностью самарских парадов традиционно мы добавляем какой-нибудь один из элементов, чего не было в прошлом параде. В позапрошлом году мы добавили колокола, в прошлом году мы добавили на парад исполнение строевых песен, которые до этого никогда нигде не звучали. В этом году мы добавляем еще плац-концерт военного оркестра. Данный элемент применяется достаточно широко, но в Самаре это будет впервые. Срочник Константин Бугров рассказывает, в Великой Отечественной войне участвовал его прадед. Он воевал в танковой дивизии, во время одной из битв погиб. В детстве Константин всегда смотрел военный парад по телевизору и представлял себя одним из марширующих в стройных рядах военнослужащих. Совсем скоро его мечта сбудется. Наконец-таки досталась такая возможность. И, естественно, это нелегко и дается все с трудом, кровью, потом, тренировками круглосуточными. Но я уверен, он того стоит. Это, безусловно, гордость. Это гордость за самого себя. Это гордость за то, что ты можешь показать, насколько сильный, насколько ты волевой человек, насколько волевые люди, которые рядом с тобой, которые служат в армии, которые просто проходят, отдают дань тому, что отдают дань прошлому. Это неописуемо. В составе парадных расчетов прошли военнослужащие, представители Росгвардии, МЧС, ВСИН России, воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД и юнормейцы. Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, машинами «Урал» с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира», зенитными установками ЗУ-23 и техникой связи. В парадном строю прошли более 20 единиц техники и около 2000 человек личного состава. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.